Я человек с порнозависимостью. Можно ли в души этой актрисы, чтобы она более реалистичной эмоцией вдевала? Вот тут дети в любом случае увидят. Вот есть правильные женщины, которых можно жениться, а вот есть шлюхи, которых не жалко. В общем, вы считаете, что у людей масштабный запрос на насилие? Я смотрю порно с 10 лет, и оно меня крайне интересует. Я веду уже около трех лет телеграм-канал «Тот парень с порнозависимостью», где исследую влияние порноиндустрии на людей и влияние людей на порноиндустрии. Я работаю в центре сестры, и я не смотрю порно, потому что мне не нужно. Мне и так хватает воображения. Я понимаю, что некоторым людям интересно, но сейчас я думаю, что от этого больше вреда, чем в пользу. Как порно может навредить? Это просто формирует какое-то специфическое отношение, какое-то ожидание от секса вообще, типа каким он должен быть, как он должен выглядеть, как будто бы как должна строиться эта коммуникация? Не могу сказать, что это какой-то полезный пример. Да, действительно, если подростки будут смотреть порно, они могут научиться чему-то плохому. Если они будут смотреть любой 18 плюс фильм до 18 лет, они могут научиться чему-то плохому. Это проблема родителей, которые не занимаются своими детьми, и проблема недостаточного сексуального образования в школе или где-то ещё. Я хорошо помню, что порно был единственным источником информации, потому что я не знал, с кем мне поговорить о желаниях, которые уже есть во мне и сформированы. Во-первых, не мне кажется, я смотрел исследования, и нет, к сожалению, нигде корреляции между просмотром порно и количеством агрессии в подростке. Потому что это есть обратное, наоборот, что страны, в которых легальный просмотр порно, в которых люди смотрят порно, они более сексуально осведомлены, во-первых. Во-вторых, они более интересуются экспериментами. В-третьих, было исследование о том, что люди могут распознать бисексуальность в себе и как-то спокойнее относиться к своим взглядам именно благодаря порно. Надо ли запрещать порнографию? Как только порно стало таким многообразным, появились десятки студий, которые учитывают, я не буду угадывать, но женские вкусы, ваши вкусы в том числе, возможны. Я не понимаю, почему из-за того, что индустрия изначально была построена на негативе, сейчас, когда благодаря интернету она приносит людям радость в жизни и так далее, она должна быть запрещена или как-то ущемлена. Они должны иметь возможности заработать на том, что они делают. Это уже их выбор в целом. Я специально читала исследования, в том числе большое мета-исследование, как раз где одним из условий было, что изучаются материалы не древнее 2008 года, уже учитывающие развитие интернета, что это все с телефона легко добывается, смотрится любым человеком, в том числе детьми. И нет, то, что популярно, это все еще популярно от того, что есть какие-то отдельные люди, цемители, которые ищут что-то там этичное и так далее, никак нельзя игнорировать то, что есть масса, большинство людей, которые являются потребителями порно. И они смотрят такое. У меня нет статистических данных, сколько людей смотрит популярное порно, а сколько этическое. 30% аудитории порнхаба в 2019 году – женщины. Я сомневаюсь, что 30% это мало от нескольких сотен миллионов. Не думаю, что здесь можно разделять четко на мужчин и женщин концептуально, потому что все-таки мы все живем в обществе, люди смотрят порно с разной мотивацией. Мне кажется, важно здесь распознать, какая потребность есть, чтобы потом научиться эту потребность удовлетворять так, чтобы не было необходимости опираться на эксплуатацию других людей. Я бы здесь второй вот этот тезис разделила людей, которые заняты в производстве порнографии, являются актерами и так далее, и теми, кто состоит из этого всего, получает большой доход. А в какой индустрии не так? Футболисты и клубы не зарабатывают, с футболистов, с моделей не зарабатывают, модельные агентства, с актеров не зарабатывают, в студии есть где-то иначе? Во многих областях. Тот же капитализм, как и везде. Я боюсь, что мы здесь тогда выйдем за пределы. Предлагаю оставаться в рамках нашей темы. Но здесь именно важная часть. Смотрите выпуск про проституцию. Неужели не любой работник как-то там себя продает? На самом деле нет. Есть большая разница между порноактрисой и проституткой. Извините, это очень разные профессии. Есть большое пересечение. Не могу согласиться. Раньше действительно было большое пересечение, сейчас нет. И схожие переживания в... Не могу согласиться никак. И схожие переживания от того, как это влияет на представление и переживание об автономии своего тела. Очень многие популярные порноактрисы в России, я не знаю, Ева Элфи, самая популярная российская порноактриса. Она никак не может, ничего общего не имеет с проституцией, потому что она спит только со своим парнем. Это важная вещь. И очень многие популярные порноактрисы спят только со своими парнями и так далее. Да, но из-за того, что порноиндустрия маргинализируется, Инстаграм банит порноактрис, Мастеркард отказывается работать с порнхабом, OnlyFans практически запрещают. Десятки, сотни тысяч секс-работников, которые просто хотят зарабатывать деньги, вынуждены страдать из-за того, что есть кучка идиотов, которые до сих пор делают порно, так как сейчас 90-е, и мы в Питере, и можно просто обманом заманивать. Я пытаюсь объяснить, что если дать секс-работникам больше прав, больше возможностей собираться в комьюнити, они смогут сами контролировать то, чтобы не было эксплуатации, был принцип согласия. Люди шли туда не потому, что им нужны деньги, а потому, что они действительно хотят зарабатывать, в том числе, тем, что показывает себя. Я не хочу маргинализировать этих людей, и мне не хочется относиться к нему с жалостью, как будто они такие бедненькие. Как будто бы жертва. Слово «жертва» очень проблематично по многим причинам, предлагаю его не использовать вообще. Нет, у меня здесь скорее желание есть посмотреть глубже. И мне кажется, все-таки нельзя игнорировать масштабную часть, которая влияет. Почему масштабную? Откуда убеждение, что это масштабная часть? Почему вы считаете, что у людей масштабный запрос на насилие? Потому что, в принципе, мы в таком обществе живем. Но БДСМ нет в топ-10 категориях портхаба. Тут не про БДСМ, тут про вообще, в принципе, какое-то несправедливое устройство общества. Инстаграм банит не только за голую грудь, Инстаграм банит и за некорректное, якобы, в точке зрения описание аутизма, например. Хотя аутизм – это неплохо. Это просто специфическое нейроотличие. Просто Инстаграм не банит за голую грудь, Инстаграм банит, если ты пишешь, что ты порноактёр или порноактриса. Даже если у тебя приличные фотографии, там десятки профилей были удалены. Очень много проблем. У нас тоже есть такие проблемы, потому что мы пишем сексуализированное насилие, они видят слово сексуализированное и режут всё. Я пытаюсь сказать, что вот эта демонизация порноиндустрии благодаря СМИ, благодаря соцсетям и так далее, в этом во всём не слышен голос секс-работников. То есть, с одной стороны, их обвиняют в том, что вы идёте в порно, потому что вас в детстве насиловали. Нет исследований, подтверждающих, что домашнее насилие или сексуальное насилие в детстве приводят к карьере секс-работников или порноактёров. Нормальных исследований по этому поводу нет. Есть обратное исследование про то, что женщины, которые занимаются секс-работой больше пяти лет, вообще практически не испытывают проблем, связанных с психикой, в отличие от женщин, которые только начинают, которые только вступают туда, потому что они сталкиваются с чем? Сталкиваются с осуждением общества, с проблемами со счетами, с проблемами соцсетями и с прочими вещами. Я пытаюсь объяснить, что если общество начинает относиться к секс-работникам нормально, как будто бы это просто такая же профессия, как всё остальное, а не как будто бы они передают, как вы выразились, доступ к своему телу. Это просто для многих развлечение. Не все так относятся к своему телу. Для многих абсолютно нормально переспать с двумя-тремя людьми. Я общаюсь со многими, они разделяют личную жизнь и сексуальную жизнь и так далее. И мне бы не хотелось, чтобы мы всех подводили под одну гребёнку, что если ты снимаешься в порно, это наносит психологический вред. Нет таких, я такого не видел, я не могу подтвердить это. Есть множество порноактрис. Мы сейчас пойдём на территорию, видел или не видел лично, потому что я видела лично как раз обратные ситуации. Я поэтому разделяю проституцию и порноактрис. Самый простой способ. Есть база, как IMDB, киношная база, есть AFT, интернет, адалт, фильм, датабейс. Ты заходишь там, открываешь имена всех порноактёров и порноактрис, выбираешь способ смерти или способ получения насилия и смотришь у женщин. Действительно часто это способ убийства, потому что, опять же, есть порноактрисы, которых очень ревнуют их семьи, ревнуют их мужья, ревнуют их партнёры. И это отдельная сторона, с которой вынуждены сталкиваться женщины, когда выбирают эту профессию. Кристи Мак, порноактриса популярная, еле перенесла операцию после того, как её бойфренд ревниво избил. Пайпер Перри, девушка из мема с четырьмя темнокожими парнями за девушкой, у неё парень убил её ребёнка. И это очень важно. И на них давят как раз-таки подобные отношения, что ты встречаешься с какой-то грязной, неправильной девушкой, которая не контролирует своё тело и подобное. Но при этом если на этом же сайте открыть подраздел самоубийство, там абсолютное гендерное равенство. Потому что на всех порноактеров, особенно на геи порноактеров, давят с очень большой силой. Просмотр порно провоцирует насилие. Есть гендерное насилие. И это не только про мужчин и женщин. Например, гомосексуальные люди или трансгендерные люди тоже могут сталкиваться с насилием в высоких форумах. Тут я соглашусь. И есть, конечно, исследования, которые показывают, да, есть корреляция между тем, что люди, в том числе подростки, потребляют порно и, например, оправдывают жестокое отношение к девочкам и женщинам или воспроизводят его. Сложно установить связь прямую между тем, это вот они так порно насмотрелись и приучились к этому. Или это просто больше порно потребляют люди, которые, в принципе, к этому шла. Можно немного попробовать установить, если смотреть порно. Нет, если вот, как я делаю, много смотреть порно... В тех исследованиях, которые я читала, исследователи стремятся как бы аккуратно выражаться. И мне не хотелось бы упрощать людей до стереотипов, до каких-то совсем уж простых позиций. Нет, просто есть причины, по которым это появилось. Есть причины, когда в определенный момент появилось придушивание, в определенный момент появились хлопки, появились оскорбления. Этого же не было. Когда порно появилось в 70-80-е годы, оно было не просто ванильное, но его в кинотеатрах показывали. Это произошло из-за того, что в определенный момент группа людей сказала, что вы порно снимаете, но зарабатывать на этом больше не можете, потому что мы так не хотим. И начали запрещать порноиндустрию. Она была вынуждена уйти в магазины специальные секшопы и так далее. А потом пришел широкополосный интернет, и остатки вот этого этичного начального порно, хотя тоже там много вопросов, пропали. И единственный способ зарабатывать, который остался у порноиндустрии, в индустрии остались те, кто были готовы снимать всякую жесть. В том числе Саша Грей стала популярна благодаря этому. Она была первой 18-летней актрисой, которая соглашалась на многие жестокие вещи в кадре. Для чего она это делала? Она рассказывала, что у нее была консервативная семья, наоборот, в которой она не сталкивалась ни с сексуальным насилием, ни с чем. А затем она увидела в порноиндустрии, в подпольной, возможность войти в кино. То есть она очень хотела кино заниматься, она большая фанатка киноиндустрии. И на каком этапе я здесь должен ей говорить, кем ей быть, останавливать ее, и кто должен это делать, государство или какой-то специальный комитет, или кто-то. Меня больше смутило, что она рассказывала, что на ней все все время пытались заработать, что ее пытались обмануть, потому что она не могла официально устроиться, она не могла официально платить налоги. То есть система не дает ей, женщине, инструментов, чтобы зарабатывать, заниматься тем, чем она хочет, но при этом эта же система ее постоянно за это осуждает, за то, что она это делает. Просто очень важно различать легализацию и декриминализацию. Я не считаю, что должна быть легализована в порноиндустрии, потому что это все еще очень опасный бизнес. Это лазейка по эксплуатации людей, в том числе по торговле людьми. Я не считаю, что это должно быть полностью легализовано. Но я не считаю, что человек, который снимается в порно, должен сидеть в тюрьме или получать какое-то наказание или что-то. Это точно не так. Не надо ни в тюрьму. Все хорошо. В этом сходимся. Хочется не варить в кучу. Можно говорить про гендерное насилие, связь с этим и про то, что смотрите, убийца Сара Эверард, что якобы он был зависим от порнографии, и перед тем, как ее убить, он ее изнасиловал. По крайней мере, в моей работе. Это часто сюжет о том, что люди, которые так или иначе пережили насилие, они сообщают о том, что если это партнер или кто-то из близких, а это в большинстве случаев партнер или кто-то из близких, что так или иначе там было давление в том числе и воспроизвести картинку, которую вы видели в порно. Типа надо как там. Не могу согласиться. Я считаю, что мы придумали порно таким, как его придумали из того, что воспроизводили картинку из своих фантазий. Порно – это просто отражение того, насколько мы больные люди, многие из нас, насколько у нас больные вкусы. Но если не посмотреть на это и не принять это, то мы никогда не сможем изменить это. Пожалуйста, я это говорю. Если человек, который, в принципе, считает насилие для себя допустимым, он считает, что ему можно. А можно узнать, что считается? Ты можешь мне рассказать, потому что я, возможно, неправильно понимаю. Насилие в постели по согласию, когда мы оба… Невозможно насилие по согласию. Возможно применение сексуальной агрессии, возможно сексуальная агрессия. Допустим, придушивание в постели, которое нравится обоим людям. Это сексуальное насилие всё равно, потому что девушка не понимает, что она это делает, исходя из… Или что я. Я не могу… Это какая-то абстрактная ситуация, которую я не могу никак… Насилие… Что мы называем насилием в порно? Граница между насилием и какими-то добровольными сексуальными практиками, они проходят даже не по какому-то конкретному действию типа «О, шлепок, о боже, нет». Дело в том, как устроено согласие, что оно там добровольное, безопасное, информированное. Ты знаешь, на что именно ты соглашаешься, это безопасно для тебя, то есть ты не подвергаешься риску травм, болезней и в том числе преследования потом. Есть же часть, пусть не все, но есть часть порноактрис и порноактеров, которые подвергаются риску из-за того, что их удерживают потом так или иначе, или контролируют их жизнь так или иначе, угрожая тем, что твои видео здесь. Или даже если они вышли уже из индустрии, они всё равно помнят о том, что мои видео всегда доступны. Это огромная проблема, да. И это нельзя отозвать. Одна из необходимых компонентов согласия – это то, что его должно быть можно отозвать вообще в любой момент. Вот в любой. Смотрите, недавно читал интервью, был такой фильм «Джуны», в нём играла Эллиан Пейдж на тот момент, сейчас Эллиан Пейдж. Он в интервью сказал, что не хотел бы играть в этом фильме, потому что неправильно презентовал беременных женщин. Беременных женщин должны играть беременные женщины. Он отозвал своё согласие. В кино тоже должно быть возможность отозвать согласие? Мне кажется, что это был неплохой вариант, честно говоря. Но просто это немного сказочно. Сказочно? Я согласился с тем, что, например, есть порноактриса Анастасия Найт. Она вынуждена была изменить имя, выключить все контакты, переехать и так далее, чтобы хоть где-то пожить без шлейфа. Но я просто пытаюсь объяснить, что вот этот шлейф – это маргинальное отношение, оно в том числе складывается из-за того, что говорят, что вот и порноактрисы на это идут, потому что они из бедности, многие, знаете, соглашаются. Нет, я много читаю и смотрю… Шлейф идёт из-за разделения женщин на… Вот есть правильные женщины, на которых можно жениться, а вот есть шлюхи, которых не жалко. Ну это же… Я недавно смотрю подкаст с Денисом Чужим, с очень популярным стендапером. Он на чистом глазу говорит, что порноактёром и порноактрисом человек не станет по своей воле. Только это нужно травмированным быть, только травмированные люди идут в секс-работу. Это настолько вредный стереотип. Нет, это не так. Сначала человек идёт в индустрию по своему выбору, а потом… Он травмируется сверху. Доступность порно – это проблема? Из-за того, что порно очень доступно, и его начинают сейчас смотреть достаточно рано. То есть даже я видела в детстве ещё, хотя это были не какие-то жестокие картинки, а вообще довольно-таки по нынешнему… Ротика. Я смотрела, спасибо большое, в рамках университетского образования своего. Ну где? Да, я говорю, я слушал музыку, я слушал топ-10 популярных песен в России во Вконтакте. Ну что это такое? Ну это же не так. Мне не нужно посмотреть всё. Не нужно посмотреть всё. Нужно посмотреть то, которое интересно тебе. Чтобы интересно было мне, у меня есть воображение. Я могу прочитать что-то. Интересно в смысле? Я имею в виду эстетически, чтобы не оттолкнуло. Я могу обсудить со своим партнёром что-то и придумать себе эти картинки. Просто как можно судить о современном порно, если ты его не смотришь? Откуда эти взгляды порнхабов? 2014 год – это ещё современное порно? 2014 год? Ну, восемь лет назад, не уверен. Семь, не уверен, не знаю. Порно долго было настолько маргинализировано, что при него не делали нормальных исследований, нормальных методов выборки, изучения. Я считаю, что единственный способ победить насилие в этой индустрии – это начать её делить, расширять, изучать, подходить к ней просто как к индустрии. Что там есть люди, которые лишены в правах, люди, которые, наоборот, имеют очень слишком много чего-то привилегий есть. И единственный способ с этим справиться – это широкое обсуждение и так далее, а не попытка спрятать, а вот вдруг дети увидят. Дети в любом случае увидят. Как порно влияет на зрителя? Мне хочется про мальчиков, в смысле юноши и подростков поговорить, потому что как будто очень часто в дискуссиях о порнографии говорят о том, какое влияние это оказывает на девочек и женщин, что там есть и репрезентуются, и воспроизводятся гендерные стереотипы. И вообще о том, что специфическое какое-то отношение к женщине не очень уважительное, так скажем, дегуманизирующая оптика и так далее. Но сейчас даже в популярном порно меня есть целый подвид роликов, где мужчина объективизируется, он там в душе моется, в начале всё, а женщина, то есть это просто зеркало, но это опять же из-за спроса. Это объективизируется, и female gaze – это разные вещи же. Да, мне хочется вернуться к подросткам. Просто часто говорят и помнят о том, что какое влияние это оказывает на девушек молодых, которые смотрят на себя и понимают, я так не выгляжу. Никто так не выглядит, даже порноактрисы так не выглядят в жизни. Они специфическим образом это кино, как никто не может молнии из рук метать и прыгать, как показывают в морозных фильмах. Так и скверт не для всех, да. Как и фишечка и в том, что тяжело мысль удерживать. Из-за скверта? Про мальчиков просто. Да, ты смотришь на себя и понимаешь, я так не выгляжу, и я так не могу делать, и начинаешь переживать о том, что, ну и мальчики переживают тоже, о том, что у них что-то с ними там не так. Можно я как мальчик всё-таки поправлю, что не совсем. В моём опыте взаимодействия с мальчиками переживают. Нет, просто порнозависимость, о которой я говорю, она же у меня непридуманная. То есть я действительно ходил к сексуологам. Действительно, я в раннем возрасте сильно заинтересовался порно. И порно действительно вредит нисколько тем, как ты выглядишь. У меня не было переживаний. Я хорошо помню не по поводу размеров или чего-то ещё. У меня было переживание из-за длительности. Перформации. Да, то есть до того, как я узнал, что, во-первых, мужчинам-порноактерам чаще всего колят, чтобы у них долго стоял член. Во-вторых, чаще 30-40-минутная сцена снимается где-то 6-8 часов, как и ролики, как и большинство контента. Это уже рабочая смена вообще. Да, и мужчины, и женщины-порноактеры, и порноактрисы популярные живут как спортсмены со своими личными фитнес-тренерами и подобное. Прежде чем ты это узнал, я просто хочу сделать акцент на том, что порно никому не должно ничего и никакой просветительской цели у порно нет. Порно, как и кино, как и музыка, это вот тут ты сам решай, что ты от этого получаешь. Актеры, когда снимаются, это не сексуальная коммуникация между ними. Они изображают тебя. Правда, есть много порно, где достаточно сексуальной коммуникации. Ты сейчас описываешь, что они там колят одно, может другое и так далее. Есть такое, да. Но есть обратно. Есть студия Pure Taboo, есть Эрика Ласт, есть X-Confessions. Снимаются ролики, в которых люди на свидания ходят перед тем, как сексом заниматься. Порнозависимость мешает жить? Я человек с порнозависимостью, и мне это мешало довольно сильно. Я думал, что я должен быть дольше, меня должно быть больше. Я смотрел порно часами для того, чтобы научиться у порно-актеров, как действовать. Я очень сильно любил секс в детстве. С самого раннего, с трех лет. То есть буквально с очень раннего возраста, не переживая при этом никакого насилия. Просто у меня высокая либидо. И мне не было места. Я не знал, где мне поговорить. Я приходил в школу и начал говорить со своими наклассниками. Меня называли извращенцем. Мама мне там давала презерватив, говорила, типа, вот она медик, вот как это делается, удачи, со мной поговоришь. Типа, папа у меня рано не стало. Возможности узнать у мужчины, как что делать, я не имел. И порно из-за этого меня лично от многих ужасных вещей спасло, в том числе от венерических заболеваний. Потому что я уверен, что если бы я не смотрел столько порно, я бы гораздо больше занимался сексом. Потому что я лишился девственности в 12 лет. И не из-за порно. Потому что у меня лезло из меня сексуальное желание во все стороны. И мне, как мальчику, порно было единственным местом, где, ну да, тоже люди много вроде бы трахаются. Вроде это нормально, никто никого не осуждает. Ну, короче, можно как будто разделить это все на очень разные вещи. Типа, вот есть функция рассказать про контрацепцию – это одно. Функция рассказать и репрезентовать разные тела вообще разных людей – это же, блин, огромная какая-то трудность. Ну, не только тут про порнографию, а вообще про все. А иногда функция просто висели. Вопрос – чье удовольствие, как формируется это удовольствие, на чем основано это удовольствие. Потому что иногда, особенно подростки, иногда смотрят, они решение принимают, потому что все так делают. Конечно. Ты идешь в школу, и на переменке ребята смотрят толпой так головами. Собрались и смотрят. И там потом могут предложить однокласснице групповуху. И это будет для них не для удовольствия. Они прекрасно считывают, что это такой способ нам, пацанам, почувствовать какую-то общность. Я просто описываю какой-то реальный случай. Понятно, что они не сильно именно сексуальные какие-то смыслы вкладывают в это действие, тем не менее. Мне вот хотелось бы, чтобы не привносили то, что не является сексуальным, в сексуальную практику. Но то, что не является сексуальным, как определить-то? То, что не является сексуальным… Это сложно. Мне просто кажется, что решение проблемы – это реальный возрастной рейтинг. Вот как у игр. Потому что игр тоже очень много срачей было раньше. Особенно, когда игры только появились, что они выращивают из детей чуть ли не маньяков. Особенно в России. Смотришься. То же самое было про соцсети. До этого было про кино. Мне кажется, нормальный возрастной рейтинг. Абсолютно нормальный, если какая-то часть порнографии будет разрешена до 18 лет, но определенная. Как вы относитесь к феминистскому порну? Со скепсисом. Могу ссылку прислать. Женщины не являются какой-то специфической группой людей, которым всё можно. И женщины в том числе тоже могут эксплуатировать других людей. Я бы здесь не проводила границу. Типа вот если студия управляется мужчинами, то там будет, значит, всё плохо. А если женщина управляется, то всё замечательно. Я думаю, что это не настолько легко устроено. Да, и мне хотелось бы тоже отметить, что хорошо, что такого порно много. Супер я. Мне очень многое нравится. Но нужно избегать, опять же, лицемерия. Потому что, допустим, та же студия, что делает порно Blackit. Это где построены на темнокожих, на большом чёрном мифе, а темнокожим, который придёт и заберёт твою девушку. Эта же студия делает порно Deeper. Наоборот, вот такое женское порно и так далее. Это одни и те же производители. И часто актёры и актрисы отказываются от… Очень важно ещё проговорить, что без нормальной легализации профсоюзов или системы связи студий порнохтисы даже не могут узнать, порнохтёры, с кем они снимаются часто. Потому что им дают имя. Они начинают гуглить. Ты в Гугле нормально не найдёшь. На какие сайты заходить? Это я знаю, где надо искать. Но, в целом, публичную информацию о порнохтёре и порнохтисе найти довольно сложно. А тебе завтра с ним сниматься, делить с ним своё тело и так далее. Но из-за того, что система устроена так, что нет нормальных списков порнохтёров и порнохтис, это чаще всего в WhatsApp-печатике. Пару лет назад первый случай, когда в европейской порноиндустрии обнаружили ВИЧ. Первый за десять лет, по-моему. Быстро нашли первого пациента, все продакшены закрылись, вопрос решили и всё. Можно ли порно считать искусством? Искусством – это же способ познания мира и выражения своего впечатления о нём, результат своего исследования мира. Не удивлюсь, если для каких-то художников так скажут. Это может быть способом. Человек, который режиссёр, порнорежиссёр, к которому ты бы познакомилась лично, он для тебя человек искусства или эксплуататор? Я очень не люблю вот такие вот жёсткие бинарные дихотомии. В знаменитом моральном смысле. Это же всё ради добычи денег, в общем-то. Ну, как и любое искусство, да. Это же искусство, которое только искусство. Такого не бывает. Есть. Ну, ладно, моральный вопрос, наверное, можно так свести. У Тарковского, по-моему, корову сжигали для фильма. Вот это правильно или неправильно ради искусства? В моей вселенной нет. Вот в моей тоже. Но при этом… Можно ли душить актрису не в порнофильме, а типа в обычном художественном фильме, можно ли душить актрису для того, чтобы она более реалистичные эмоции выдавала? Вот тут другое. Это другое. Корова – это существо, как изоопорно. Это не порно. Это должно быть запрещено в любой стране. То есть как и некрофилия, потому что там не может… И педофилия. Там нет принципа согласия. Поэтому корова – это одно, потому что она не может сказать «нет». Порно с нами навсегда? Просто эта идея в голову, она не может уже уйти назад, потому что… А что? Посмотреть на себя со стороны. У тебя же с этого все начинается. Ты просто хочешь увидеть, насколько все плохо. Потом такой… А, настолько! Надо придумать, как это сделать красивее. И все. Мне просто… Конечно, порно с нами навсегда. Как кино с нами навсегда. Как людям нравится записывать, как мы разговариваем, сидим. Скоро кончится. Все будет хорошо. Зомби победят. Это понятно. В наступит мир, порядок. Орнанг. Орнанг. Зомби. Сminister . Продолжение следует...